Ограничивают ли сегодня в правах людей с ограниченными возможностями здоровья? Международный день инвалидов. Насколько продвинулось общество в вопросах толерантности? Основные новшества и события последнего месяца года. Главное в декабре. Наш информационный дайджест. Все это еще новости экономики, культуры и спорта в ближайшие 2,5 часа. На Кубань-24 стартует большой блок информационного обещания. Здравствуйте. В эфире тема дня. Меня зовут Кристина Пьяных. Зрители прямо сейчас могут подключаться к обсуждению. Номер для связи с нами в WhatsApp на экране. Присылайте свои вопросы. И вот о чем пойдет речь в ближайшие минуты. В регионе, как и во всем мире, сегодня отмечается Международный день инвалидов. Дата своего рода напоминания о живущих рядом людях и их проблемах. Политика в отношении тех, чьи возможности здоровья ограничены, за последнее время кардинально изменилась. Сегодня их считают полноценными членами общества. А внимание к особенностям развития тела во многих странах и вовсе считается оскорбительным. Тенденция уже практически закрепилась в России. Большая работа в этом направлении ведется и в крае. Всю инфраструктуру стараются делать максимально доступной. Белая полоса, похоже, наступила и в вопросах трудоустройства. 28 ноября парламентарии приняли изменения в региональный закон об органах труда и занятости населения Краснодарского края. Центры занятости теперь помогут найти работу людям с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня на Кубани проживает около 140 тысяч инвалидов работоспособного возраста. Трудоустроен только каждый пятый. Центры занятости будут наделены дополнительным полномочием по сопровождению при трудоустройстве инвалидов. Под сопровождением понимается закрепление инвалидов за сотрудниками центра занятости, подбор работы, согласование кандидатуры с работодателем и организация собеседования, составление маршрута передвижения до места работы и обратно, проведение мониторинга закрепляемости на рабочем месте. Подробнее о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в Краснодарском крае сегодня говорим в эфире. У нас в гостях Игорь Шульга, начальник отдела организации реабилитации инвалидов Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Игорь Александрович, здравствуйте. Добрый день. Какие события сегодня в крае проводят Министерством труда и социального развития Краснодарского края, приуроченные к этой дате и ко дню инвалидов? Традиционно в этот день в каждом муниципальном образовании проводят целый ряд мероприятий, которые приурочены к этой дате. Это и рабочие встречи с представителями общественных организаций, это и торжественные мероприятия, это и досуговые программы, в том числе и чаепитие в такой непринужденной обстановке, когда можно обсудить насущные проблемы и принять какие-то решения на будущее для того, чтобы инвалидам жилось лучше у нас с края. Ну, впрочем, большая, огромная работа ведется и без даты, если в целом поговорить о том, какую работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья сегодня ведет Министерство труда и социального развития Краснодарского края на Кубани. Естественно, работа ведется ежедневно. Это вопросы решаются и трудоустройство инвалидов, и выплаты компенсаций различных, поддержки материальной, и реабилитации социальной, медицинской, профессиональной. Все это ежедневная работа различных ведомств, как и нашего Министерства, так и образования, спорта, здравоохранения, культуры и ряда других. В каких отраслях инвалидам нужна сегодня наибольшая поддержка? На что вы делаете упор сегодня, ваше Министерство? Наше Министерство, конечно же, упор делает на трудоустройство. Это как итог работы, проводимой по реабилитации инвалидов, после того, он получил группу инвалидности, программу реабилитации мы разработали, медико-социальной экспертизе. И все мероприятия, которые проводятся, их итогами являются успешным трудоустройством, для того, чтобы человек был материально независим и полноценно был интегрирован в общество. Сегодня я в Краснодарском крае, я приводила в начале эфира цифры, 140 тысяч инвалидов работоспособного возраста, трудоустроен каждый пятый. Как вы можете оценить эту цифру и считаете, должна ли она расти? И в каком прогрессе, до какого года, каких показателей вы планируете достичь, может быть? Конечно же, стремиться нужно, чтобы каждый инвалид, который имеет ограничения с состоянием здоровья, будет трудоустроен в соответствии с теми показаниями, которые определила медико-социальная экспертиза. К этому стремимся. То, что сегодня еще недостаточно, число туда устроено, за этим, конечно, плотно работа идет. И вот то, что вы сегодня озвучили, это большой шаг вперед. И это не последний шаг, это будут следующие приниматься меры. Многое еще, конечно, зависит от самих инвалидов, и от их желания, напорства, чтобы найти работу, потому что разные виды работы есть, конечно, и, может быть, не удовлетворяет часть людей по уровню заработной платы, и поэтому тоже отказы есть от предложенных видов труда, в том числе для инвалидов. Вопросы трудоустройства прямо сейчас обсудим еще вместе с Алексеем Лебедевым, заместителем начальника отдела социальных программ и трудоустройства инвалидов Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. А как будут сопровождать инвалидов при их трудоустройстве? Зачем были нужны изменения регионального закона 28 ноября, который приняли парламентарии? Ну, изменения закона, конечно, связаны с тем, чтобы более качественно предоставлять услугу, все услуги, которые предоставляет служба занятости инвалидам, в том числе имеющим серьезные нарушения здоровья. Вот под сопровождением при содействии занятости инвалидов понимается оказание индивидуальной помощи инвалиду при его трудоустройстве. Это и закрепление инвалидов за сотрудниками центра занятости при подборе работы, это и согласование кандидатуры с работодателем, организация собеседования, составление маршрута передвижения до места работы и обратно, а также проведение мониторинга закрепляемости на рабочем месте. Эту государственную услугу будут предоставлять центры занятости населения с 1 января следующего года. Просто человеку с ограниченными возможностями здоровья нужно будет обратиться в центр занятости и потом, грубо говоря, все сделают за него практически, я правильно понимаю? Да, вы понимаете правильно, если данный гражданин нуждается в сопровождении при содействии занятости, ему достаточно написать заявление о получении этой государственной услуги, и она ему будет предоставляться в соответствии с законодательством. Почему вы считаете, что эта мера назрела в регионе? Почему ее решили ввести? Почему решили так усовершенствовать законодательство? Ну, это в первую очередь связано со сложностями при подборе работы и трудоустройстве, и еще раз говорю, инвалидов, которые имеют тяжелые нарушения. В том числе это и опорно-двигательный аппарат, которым трудно передвигаться самостоятельно. Это инвалиды, имеющие ментальные нарушения. То есть таких вот инвалидов работодатели, скажем так, не очень принимают на работу. Вот преодолеть эти барьеры, эти сложности, для этого и вводится эта государственная услуга. И еще один такой вопрос. Как сегодня Министерство труда и социального развития оценивает дела с трудоустройством инвалидов в Краснодарском крае? Ну, хотел бы статистики немного привести. В Краснодарском крае проживают около 140 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, за 11 месяцев этого года работали 45,5 тысяч из них, или 34%. В каждом муниципальном образовании у нас реализуются планы мероприятий, так называемые дорожные карты, которые направлены на повышение уровня занятости инвалидов. Проводятся ярмарки, вакансии, групповые мероприятия. В этом году мы отмечаем рост обращаемости инвалидов в центре занятости с 4-х почти до 5 тысяч человек. Рост трудоустройства, которое составило от обратившихся уже 51%. То есть, в принципе, каждый второй обратившийся в центре занятости находит работу. Увеличилось у нас в сравнении с прошлым годом и количество работающих на квотируемых рабочих местах у работодателей на 2,5 тысячи человек и составляет в крае порядка 15 тысяч, даже более. Всем гражданам с ограниченными возможностями здоровья центры занятости готовы оказать весь комплекс государственных услуг, которые им рекомендованы органами медико-социальной экспертизы. Это и бесплатное содействие в поиске работы, и направление на профессиональное обучение, поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан, ну и другие. Центры занятости населения у нас расположены в каждом муниципальном образовании. И более подробную информацию можно получить на нашем интерактивном портале kubzan.ru. Спасибо большое. Я напомню, что на связи со студией был Алексей Лебедев, заместитель начальника отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов Министерства труда и социального развития Краснодарского края. А мы возвращаемся к беседе в студию. У нас в студии Игорь Шульга, начальник отдела организации реабилитации инвалидов Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Игорь Александрович, подскажите, а какие основные направления Министерства работы с инвалидами? Это в основном дети или взрослые? Уделяется внимание профессиональной ориентации, творческому развитию? Как вообще работает министерство в этом направлении? Скажу сразу, что мы работаем со всеми возрастными категориями инвалидов. Не только то, что вы сейчас назвали, толпособный возраст. Всего у нас около 450 тысяч инвалидов в крае. Это и дети, которых 22 тысячи на сегодня, и лица пенсионного возраста. Вся категория охвачена теми или иными мерами социальной поддержки. С толпособным возрастом и с детьми инвалидами важное направление это социальная реабилитация, которую проводит наше министерство. В рамках этой работы в первую очередь инвалиды обучаются тем навыкам, которые они потеряли вследствие заболевания, вследствие травмы. Восстанавливают уточенные навыки для того, чтобы вернуться в социум и продолжать активную жизнедеятельность. С детьми это больше, конечно, обучение тем навыкам, которые они не обладали, если это врожденное заболевание. А со взрослыми это полностью, конечно, персональные навыки они не восстановят, но переобучение также входит в программу реабилитации, обучение новым профнавыкам. А вот в центрах реабилитации, которые в рамках подведения нашего министерства обучаются элементарным навыкам, таким как самообслуживание, передвижение, навыкам персональной сохранности и ориентирования в городской среде, пользование транспортом, какими-то банковскими учреждениями, посещать культурные учреждения. Этому тоже приходится заново учиться с использованием технических средств реабилитации, которые предоставляются не только насчет федеральных средств, но и в дополнение к федеральному еще насчет краевых средств. Игорь Александрович, подробнее об этом еще поговорим после рекламы. Сейчас короткая пауза на телеканале Кубань-24, после чего продолжим говорить о Международном Дне Инвалидов. Не переключайтесь, скоро продолжим. Телеканал Кубань-24 продолжается. Это тема дня. В этом часе говорим о Международном Дне Инвалидов. Напомню, что у нас в гостях Игорь Шульга, начальник отдела организации реабилитации инвалидов Министерства труда и социального развития Краснодарского края. К нашей беседе присоединился Геннадий Подлесный, президент Центра прикладной социологии и политологии, член экспертного совета при правительстве России, член общественной палаты Краснодарского края. Геннадий Иванович, приветствую вас. Добрый день. Геннадий Иванович, начнем с вас. Как вы считаете, стало ли в России общество толерантнее относиться к инвалидам? Перестали ли на них смотреть с испуганным каким-то взглядом? Перестали ли их бояться? Безусловно, это уже происходит. И мы пока чуть-чуть только отстаем от Запада в этом вопросе. Там просто раньше это начали. Мы фактически эту работу стали проводить только после уже прихода Владимира Владимировича Путина, когда были внесены корректировки в закон 1995 года об инвалидах в Российской Федерации. И после этого началась работа в общественных организациях, которые в свою очередь стали подводить людей к тому, что особенные люди – это тоже наши люди, и с ними надо уметь работать, разговаривать. И, простите, что я сказал, надо с ними уметь жить. Потому что порой это очень сложно для тех людей, которые не могут проявить участие в той мере, в которой должно общество проявлять участие к людям, которые обделены, особенно с детства. Немаловажную роль в социализации инвалидов играет и на Кубани Министерство труда и социального развития. Игорь Александрович, а подскажите, какие центры для людей с ограниченными возможностями здоровья есть в Краснодарском крае, которые вы курируете, в которых ведется работа? У нас действует целая сеть учреждений по социальной реабилитации инвалидов. Это комплексный центр реабилитации. В основном инвалидов старше 18 лет. И реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями до 18 лет. Если первый центр по реабилитации инвалидов был открыт у нас в Белореченске в 2006 году, то сегодня уже у нас 34 реабилитационных центра, которые как и детей реабилитируют, так и взрослых. Детских центров 22 у нас из общего числа. И вот сегодня у нас открылось новое стационарное отделение в том же Белореченском центре для инвалидов старше 18 лет, которое реабилитирует в основном граждан с последствиями инсультов, травм, самосовременное оборудование там оснащено. И старые специалисты, которые позволяют эффективно это мероприятие проводить. Хочу сразу отметить, что в начале этого года наш президент Владимир Владимирович Путин дал поручение развивать комплексный центр реабилитации инвалидов, включив в штаты их работы педагогов, психологов, врачей. И мы эту задачу, конечно, выполняем уже в этом году. Кроме названного отделения в Белореченском центре реабилитации, мы открыли отделение в трех муниципальных образованиях для реабилитации инвалидов старше 18 лет. И еще в двух муниципальных образованиях открыли отделение для реабилитации детей до 18 лет. То есть работа развивается, и дальше мы планируем эту сеть развивать. В следующем году мы открываем большое учреждение реабилитационное в Атрадинском районе. И есть план еще на будущее. Игорь Александрович, я правильно понимаю, в этих центрах идет такая еще большая, в том числе психологическая работа, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья понимали, что мы такие же, как все, мы имеем такие же права, и мы равные в правах. Правильно ведь? Абсолютно верно. Задача психолога вырвать инвалиды из состояния своей инвалидизации. Чтобы после начала работать над своими проблемами, тяжелая работа, восстанавливать утраченные функции, это работа на тренажерах, работа физическая через день, может быть. Плюс подключаются медики. Ребята проходят комплексно у нас в учреждениях. Кроме психологов и медиков, педагоги активно работают, занятия по адаптивной физико-культуре, лечебной физкультуре, массажи и физиотерапии. И специалисты по социальной работе обучают инвалидов, как я уже говорил, различным видам самообслуживания, передвижения. Дети же, они, кроме всего прочего, еще обучаются навыкам творчества, кружки различные работают, клубы. Работа строителей большая, чтобы эта работа не прекращалась после нахождения в центре, еще и домом продолжалась. Геннадий Иванович, мы с вами только что обсудили отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. А какое отношение у людей с ограниченными возможностями здоровья самим к себе? Такое же ли, как на Западе или в Европе? Или я полноправный член общества? Или у нас еще есть над чем работать? У нас еще в этом плане есть какие-то проблемы? Пока, к сожалению, наши люди с ограниченными возможностями и люди с ограниченными возможностями на Западе отличаются. Наши отличаются долготерпением. И то, что на Западе... Это что значит долготерпением? То, что на Западе сразу вызывает отторжение, возмущение, в суды подают. К примеру, там такое невозможно, чтобы какая-то авиакомпания не пустила на борт человека с ограниченными возможностями. У нас, к сожалению, такие факты есть. Если там это вызывает цепочку судов, то у нас это стало вызывать вот такое возмущение и поддержку адвокатского сообщества, допустим, тем людям, которые попадают в такую ситуацию вот уже, как говорится, в последнее время. Это говорит не о том, что мы плохие, а там хорошие. Нет. Это говорит о том, что у нас разная ментальность. Мы же не зря говорим, что мы не Европа, мы Евразия. Мы и Европа, и Азия. Поэтому мы просто другие. И когда пытаются уравнять и поставить на одну доску наши люди, в том числе и люди с ограниченными возможностями, и их люди, и в целом народ, и отдельная группа людей с ограниченными возможностями, мы совершенно разные по ментальности, по отношению к тому, как относятся к нам, и как мы относимся друг к другу. Это нужно понимать, что Россия – это свой путь. Но мы должны стремиться идти по такому пути, по которому вектор намечен во всем мире. Толерантность, взаимоуважение и уважение самих людей, себя, несмотря на то, что они могут иметь отличия физические от тех людей, которые этих отличий не имеют. И, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Игорь Александрович, насколько мне известно, завтра в Краснодарском крае людей с ограниченными возможностями здоровья как-то по-особенному отметят и выделят их вклад в развитие региона. Что завтра будет проходить в Край? Да, традиционно в день, в декаду, в дни инвалида, который проводится с 1 по 10 декабря, вручаются дипломы именной премии для лиц с ограниченными возможностями главы администрации губернатора Краснодарского края за успехи, достигнутые в области культуры, спорта, творчества, технического творчества и общественной деятельности. 15 лауреатов, получившие премию губернатора по 100 тысяч рублей, завтра получат в торжественной обстановке дипломы, которые на всю жизнь им будут памятью. И они будут примером для других людей в том, что они достигли. И есть возможность многим людям также показать свои возможности. Для этого работают и программы действующие, краевые, и наше реабилитационное учреждение. Игорь Александрович, Геннадий Иванович, спасибо большое, что сегодня нашли время приехать к нам. Это тема дня. В эфире телеканала сейчас шла речь о Международном дне инвалида.